Вадима Габараева все знали как человека отзывчивого, добросовестного, пламенного патриота. Весь о его смерти потрясла всю общественность. Политический общественный дядель, защитник своей многострадальной родины. Человек, который всегда принимал активное участие в вопросах государственного строительства Южной Осетии. Все, кто его знал близко, люди, с которыми он прошёл весь путь становления государственности, каждый по-своему высказал свою боль. В тех числе и депутаты первого созыва. Для них Вадим Ильозович – человек особенный, человек слова, чести, просто человек с большой буквы. Он всегда был в первых рядах, как в годы войны, так и в мирное время. Всегда находил общий язык со всеми, независимо от возраста и положения. Он был настоящим человеком. Это был человек, который не мог пройти мимо нужд людей. Он всегда был там, где нужно помочь человеку. Он был всегда там, где нужно было принять, будучи депутатом первого созыва, активное участие принимал во всех принимаемых судьбоносных решениях в республике. Он не мог быть сторонним наблюдателем. И где бы он ни работал, это и в депутатском корпусе, это и в горисполкоме, тогда он возглавлял горисполком. И после того тоже, где бы он ни работал, он везде был именно вот зардарист, зардарист, а с большой ответственностью подходил к делу. Отличный семьянин всегда был примером подражания для всех, кто его окружал. В самые тяжелые времена, когда не было ни света, ни воды, ни других жизненно необходимых условий, он всегда был рядом с народом. Подтяживал как мог. Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении многих лет Вадим Габараев работал на руководящих должностях, но никогда не терял своих человеческих качеств. Депутаты первого созыва вспоминают те годы, ту сплоченность, которая была между ними, и подчеркивают силу духа и глубокую внутреннюю интеллигентность, которая была присуща Вадиму Габараеву. Субтитры создавал DimaTorzok Память о хорошем человеке навсегда останется в памяти родных, близких и друзей. Дегина Черткоева, Сармат Гузыдаев, информационный выпуск. Сегодня.